Здравствуйте, дорогие зрители канала Про цветок. Меня зовут Дмитрий. Я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня у нас необычная тема – обзор на мой огород. Я хочу показать вам, как и что растет у меня в огороде, чтобы вы сами убедились, что я рассказываю не только теорию, но и применяю все свои методы в практике. Итак, начнем обзор с картофельного поля. Вот здесь у меня посажено 5 соток картошки, разные сорта. Это сорт Венета, сорт Скарб, сорт Белороса и еще другие сорта Перемешку. Урожайность, я думаю, что в этом году будет очень хорошая у картофеля. Ботва хорошая, зеленая. Жуков колорадских нету. И картофель посажен на свежем месте. До этого здесь росли многолетние травы. Поэтому земля в принципе чистая, практически сорняков никаких нету и все хорошо развивается. Рядом с картофелем у меня получился небольшой клин земли, и поэтому я высадил здесь позднюю капусту. Это сорт Белорусская поздняя. Уже начинается завязываться кочаны, и я думаю тоже, что урожай будет в этом году отличный. Как видите сами, что-то у меня покошено, что-то прополото, но все не успеваю, поэтому уж извините. Так, здесь у меня клубника. Это сорт Азия. Азия уже отплодоносила. Поэтому я обрезал старую листву, удалил ненужные усы, оставил только по 2-3 уса на кустик, чтобы была своя рассада для новой посадки. Некоторые кусты я удалил полностью, потому что личинка майского жука, хрущи, поподъедали корни. Если бы, наверное, не проливал грядки метаризиумом, то хрущи съели бы полностью всю клубнику. Поэтому обязательно пользуйтесь этим биопрепаратом. Личинка майского жука может уничтожить полностью все посадки клубники. Особенно в этом году у нас колоссальное нашествие этого вредителя. А здесь у меня посажена ранняя капуста. Здесь небольшой участок, я посадил всего лишь 15 штук, а на другом огороде еще посажена капуста. Это я попозже покажу. И вот смотрите, если белорусская поздняя еще только образует кочаны, то ранняя сорт июньская уже с кочанами. Уже мы срезаем кочаны, делаем салаты и урожай. Вот, посмотрите, отлично. Никаких вредителей, никого нету. Не обрабатывал я химией, пользовался только биопрепаратами. Рядом с капустой у меня гряда огурцов. Можете посмотреть, в каком они виде. Гряда 10 метров. Огурцы растут в открытом грунте. Я их не подвязываю, не посынкую. Они вот растут сами, как говорится, сам опасен. Каждый год так выращиваю огурцы и всегда урожай у меня хороший. Уже мы также собираем первый урожай огурцов. А вот это грядка с овощными бобами. Здесь также разные сорта. Я как-то рассказывал в ролике о выращивании бобов и о пользе бобов. И вот посмотрите, как они хорошо развиваются. Уже есть стручки. И уже, я думаю, через недельки-две можно некоторые стручки срывать и бобы употреблять в пищу. В принципе, урожай хороший, радует в этом году. А здесь у меня обычная грядка с морковью. Там еще вторая есть грядка. Сорта разные, но больше всех мне нравится сорт. Нанская. Отличный сорт. Корнеплоды вырастают ровненькие. Вкусные, сладкие. Хранятся хорошо. Ну, рекомендую этот сорт. А давай покажем малину черную. Раз уж мы проходили мимо малины, не мог не подойти к ней. Это черная малина Кумберленд. Посмотрите, она чем-то напоминает ежевику. Но ягоды немножко помельче. Вот они начинают уже созревать. Черные, сладкие, ароматные. И посмотрите, какая урожайность. Просто колоссальная урожайность у этой малины. Поэтому, если у вас нет такой малинки, то рекомендую посадить. Очень вкусная ягода. Рядом с малиной здесь у меня компостная куча. Грядка, гнездо, как я называю. И здесь посажены кабачки. Вот они уже цветут. Уже есть маленькие кабачки. Через недельку мы будем собирать уже первый урожай. Вот хорошо развиваются. Отлично. Не надо полоть, не надо подкармливать. Все, они растут здесь сами по себе и дают урожай отлично. Сейчас я стою обратно на огороде. Здесь у нас посажена свекла. Два сорта я выращиваю. Это сорт цилиндра и сорт египетская плоская. Два сорта, которые выращиваю. Мне также нравятся. Корнеплоды хорошие, отличные. Хранятся хорошо и сладкие. Дальше у меня грядки с луком. Вот здесь семейный лук. Уже хорошие, в принципе, луковицы. И перо начинает желтеть. Вот я думаю, через недельки, две-три уже придется убирать. Немножко дальше. У меня лук сивок. Посажены весной. Еще отличное зеленое перо. На салаты идет хорошо. А если посмотреть туда, чуть-чуть подальше, там лук сивок, который я высаживал на зиму. Уже большие луковицы. И, в принципе, в конце июля будем выбирать и чеснок, и зимний лук на хранение. Вот это я вырвал нестрелкующийся чеснок. Это зимний чеснок, но он не стрелкуется. Посмотрите, уже такое пожелтение у него листьев началось. И, в отличие от остальных сортов чеснока, которые у меня растут, азимых сортов, это сорт Любаша, еще несколько. Этот чеснок созревает примерно на две недели раньше. Обычно азимый чеснок я выбираю в конце июля. А вот этот чеснок нестрелкующийся, к сожалению, не знаю его название сорта, он уже готов к уборке. Вот фиолетовая кожура. Его надо выбирать. Вот такой чесночок. Неплохой, в принципе. Вот здесь у меня посажен горох, сахарный, сорт Амброзия. Вот надо было его, конечно, подвязать, но не успел. Ветром и дождем его немножко уложило. Но, в принципе, ничего в этом страшного нет. Урожай все равно будет вот. Уже такой урожай. Выбираем горошек. А рядом, можете обратить внимание, растут бархатцы. Я высаживаю эти цветы в огороде везде. Они хорошо оздоравливают почву и отпугивают многих вредителей. Ну и, в принципе, для красоты также надо. Цветут красиво. Поэтому, почему бы не посадить. А здесь у меня грядка небольшая с репой. Посмотрите, какие корнеплоды. Сорт Петровская. Крайне рекомендую эту культуру к выращиванию. Намного вкуснее редиса и полезней. А еще долго не перерастает на грядке, сидит долго. Хранится, в принципе, хорошо. Вот мы делаем обычные салаты с огурцом, с помидором, со сметанкой. Вот поэтому рекомендую также вот эту репку посадить. Это у меня красная поречка. У меня посажены таких кустов примерно 30 штук. Поречку мы в больших количествах заготавливаем. У нас приезжают закупщики, и мы ее продаем. И урожайность у нас вот такая в этом году. Здесь у меня посажена малина ремонтантная. Несколько сортов. Первый сорт Мапема. Потом Энросадира. Жаклин. И еще несколько сортов от питомника Школьный сад. Очень хорошие все сорта. Урожайные. Уже нормировку побегов я провел. Вырезал все слабые и тонкие побеги, чтобы малина хорошо развивалась. И, кстати, скоро у нас выйдет ролик. Я уже готовлю материал, как ухаживать за ремонтантной малиной летом. Расскажу про нормировку и про подкормки и обработки от болезней вредителей. Поэтому следите за каналом. Скоро будет интересно. Сейчас я вам рассказал про первую часть огорода. Это основной огород. Здесь у меня 15 соток. Примерно под огородом 7 соток. Вот. И под картошкой 5 соток. Немножко сада. Вот. Там второй участок. Там уже сад. Там еще 15 соток сада. Про сад это уже надо отдельно ролик делать. Очень много материала. Все за раз мы, конечно, не успеем. Но про основные растения постараюсь сказать. А сейчас перейдем во второй огород. Там также много интересных растений, про которые я расскажу. Так. Сейчас мы на втором участке. Около моего дома. И я, конечно же, как настоящий огородник, выращиваю не только овощи, но и цветы. Вот здесь у меня очень много цветов различных. Это и пионы, и флоксы. Ранние флоксы розовые уже зацветают. Вот там чуть-чуть подальше растет виноград. Минске розовый. Уже есть грозди неплохие. И надеюсь, что в этом году будет созревание. Потому что в прошлом году из-за холодной осени очень плохо вызрела лоза. И виноград тяжело, конечно, перезимовал. Но надеюсь, что что-то получится в этом году. А сейчас я нахожусь в теплице. У меня теплица 3 метра на 8 метров. Здесь у меня растут томаты и перцы. Про томаты, про те сорта, которые я выращиваю, я как-то рассказывал. Но могу еще раз повториться. Это желтый гигант. Это сорт джина. Это различные сорта гномы. Я их также очень люблю. Это полосатый шоколад. Сорт зебра. Различные-различные у меня сорта томатов. Примерно 20 штук сортов томатов у меня. Ну и перцы. У меня, по-моему, 5 сортов посажено. Пока еще перчики небольшие, завязываются. А томаты уже хорошие и скоро начнут зреть. Я думаю, через неделю уже будем собирать первые томаты. А здесь у меня небольшая грядка. И здесь посажены арбузы и дыни. Вот несколько сортов ранних. Немножко уже пасынки пошли. Надо посынковать все это дело. Чтобы хорошо плоды завязывались и урожай созревал. Поэтому еще мне предстоит работа их попосынковать. Но развиваются, как видите, хорошо. Высажены они в конце мая. А вот смотрите, у меня груша. Здесь росла дикая груша сиенец. И я весной сделал прививочку черенком. И вот посмотрите, какой хороший прирост в этом году. Черенок прижился и отлично развивается. Вот я думаю, что через 3-4 года груша уже вступит в плодоношение. Это сорт просто Мария. Здесь у нас посажена ремонтантная малина. Это сорт Химботоп. Посмотрите, какой она уже высоты. Вот-вот начнется цветение. Чуть подальше посажен сорт Малины Зюгана. Также ремонтантный сорт. И в отличие от Химботоп, его практически не надо подвязывать. Побеги очень упругие. А, например, Химботоп побеги под нагрузкой полегают. Потому что урожайность у этого сорта колоссальная. Здесь у меня растет голубика. Сорт Блюкроп. Вот какой урожай в этом году. Ягоды очень много. Довольно хорошо развиваются. И где-то через месяц созревание начнется, я так предполагаю. Так, я опять в капусте, как говорится. Здесь у меня посажена малина. Опять же ремонтантная. Осенью высаживал. Это сорт Зюгана. И оставались широкие междурядья. И чтобы земля не пустовала, я решил посадить фасоль. Вот она вверху растет. Разные сорта. И капусту. Здесь капуста у меня цветная. Растет уже. Вот качанчики есть. Урожай я собираю. И капуста брокколи. Урожай практически уже собран. Но кусты я не выкапываю, не выбрасываю. Из пазух листьев вырастают новые небольшие сответия. Вот этой капусты брокколи. После срезки основного качана большого. Поэтому сразу не выдирайте, не выбрасывайте. Вот эти растения. Это я стою около смородины. Смотрите, какие шикарные большие ягоды. Это сорт Добрыня. Вот можете посмотреть, какие ягодки. Уже начинается созревание. Через пару, я думаю, через неделю. А то и меньше уже будем собирать урожай. Урожайность очень хорошая. С куста примерно выходит по 10-ти литровому ведру ягод. Очень рекомендую этот сорт. Отличный. Здесь у меня растут сеянцы грецкого ореха. Сорт Идеал. Хорошо перезимовали. Хорошо развиваются. Сам высаживал, выращивал. А здесь у меня растут черенки смородины. Которые я высаживал осенью. А древесневшие черенки после обрезки. Они хорошо прижились, развиваются. Немножко болотля пришлось обрабатывать. Но в принципе хорошо растут. Через год уже их можно высаживать на постоянное место. Получатся молодые кустики. Здесь у меня посажен виноград. Различные сорта. Это леопа из Динтарс. Это сорт Юпитер. Кишмиш 342. Аркадия и различные сорта. Здесь 10 сортов различных винограда. Молоденькие кустики. Весной я их пересаживал. И уже в этом году есть сигнальные грозди. Будет первый урожай. Так, здесь у меня посажены томаты в открытом грунте. Это сорт Монгольский карлик. Его не нужно посынковать. Не нужно в принципе особо за ним ухаживать. И уже вот образуются помидорки на улице. Прямо завязались. Ну я думаю, что все нормально будет. Первый раз в этом году я посадил Монгольский карлик. Вот хочу проверить. Здесь у меня посажен опять же виноград. Это сорт Минский розовый. Неплохой сорт. В принципе и на вино годится. И можно компоты делать. И свежим кушать. Немного надо на ним поукаживать. Потому что смотрите, уже в пазухах листьев пошли пасынки. Пасынки мы удаляем. Они отнимают питание у куста. Поэтому обязательно вот такие зеленые процедуры проводите. Здесь у меня поле и посеяно рожь. Очень хорошо растет. Хорошо оздоравливает почву. В прошлом году здесь был картофель. Вот и решил в этом году посеять рожь. И нужна она мне не только как на зерно, но больше для соломы. Очень хорошо мульчировать потом ржаной соломой грядки. А здесь у меня посажена тыква. Это опять же компостная куча, на которую я высадил семена. Здесь посажен сорт Титан. Очень крупные плоды. В том году у меня выросла тыква 80 килограмм весом. Вот они растут все спокойно здесь. Не надо полоть. Они полностью листьями своими. Все сорняки подавят. И хорошо растут. Плодоносят. Мы начинали ролик с картофельного поля. И заканчиваем опять же картофельным полем. Вторым. Это второе картофельное поле. Здесь у меня также 5 соток, наверное, или 6 соток картофеля. Даже не считал, если честно. Выращиваю и выращиваю. Вот также различные сорта. Хорошо развивается картошка в этом году. Сейчас она цветет. Уже, в принципе, через недельку можно подкапывать. Будет первый урожай молодых клубней. Это, конечно же, не все растения, которые я выращиваю. Это основные растения, которые я вам показал. У меня есть еще и большой плодовый сад. И различные декоративные растения. И также еще другие овощные культуры. Но в ролик все, конечно, в один вместить нельзя. Поэтому, если есть желание, если будут такие просьбы, мы, конечно же, подготовим еще один ролик. Обзор на огород, на сад. Может быть, вам какие-то интересные темы. Хотите услышать про сорта определенных растений. Поэтому пишите в комментариях, что бы вы хотели видеть. И мы обязательно подготовим для вас ролик на такую тему. Спасибо за внимание и до новых встреч!